Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Шилов Дмитрий Юрьевич. Я являюсь сопредседателем идеологической комиссии Рабочей партии России. В связи с наступающим съездом, хотел бы осветить идеологическую работу нашей партии за отчетный период. Хочу отметить, что за этот период большая проделана работа в плане идеологии. Регулярно выходят три газеты «Народная правда», «Зарабочее дело» и «Правда труда». Тираж этих газет достиг 110 тысяч экземпляров. Наши члены партии регулярно пишут статьи в газеты, научные работы. Также были выпущены ряд сборников «Идеологическая борьба», «Идеологическая и политическая борьба». Были освещены конференции «Ленин в современном мире». Силами нашей партии освещаются такие мероприятия, как Российский комитет рабочих. Наши товарищи пишут статьи, выступают активно, участвуют в работе комитета. Большую работу проводит Московское отделение рабочей партии «Россия». Выпущены силами, с содействием Московского отделения, выпущены двухтомники Гегеля. Большим тиражом осуществилась доставка, хранение и распространение материалов науки и логики Гегеля. Большую работу мы провели во время выборов президента России. По поводу кандидата от рабочих на эту должность, была тоже проведена нами большая работа разъяснительная о том, что поддерживать этого кандидата мы не стали. И мы активно выступали и разъясняли нашу позицию. Большая также работа была проведена. И дана оценка внешней политики Соединенным Штатам Америки. Она квалифицируется как фашизм на экспорт. И выпущен сборник о фашизме. В частности, выступления наших товарищей об этом публикации. И на телевидении, на рабочем ТВ, на красном телевидении. Была дана однозначная оценка действиям американского империализма. Также была проведена чистка в наших рядах. Было отчислено двое наших членов партии Айдунбеков и Бегизов. Была дана оценка их позиции однозначная, как антипартийная. И соответствующие действия, выступления были по этому поводу. На интернет-ресурсах и статьях соответствующих. Вот. То есть, работа большая, проделана. Идеологическая. Ну, какие хочется отметить пожелания и замечания. То есть, переход к шестичасовому рабочему дню, как основное положение, улучшающее положение рабочих, это переход к шестичасовому рабочему дню. И теоретическое обоснование у нас очень твердое и хорошее, в общем, по этому вопросу разработано научно. И, в общем, все достаточно убедительно. Но вот по организации, организации этого вопроса еще есть недостатки. То есть, мы недостаточно практически эту задачу еще реализуем. Вот. И в дальнейшем, конечно, хотелось бы поставить такую задачу по организации. Организации непосредственно на производствах этой задачи. А для этого все члены партии должны представлять себе практически, как это сделать. То есть, пройти все процедуры, коллектив. Коллективу необходимо пройти все необходимые процедуры по организации подготовки, забастовки и переходу к шестичасовому рабочему дню явочным порядком. Ну и, конечно, каждый член партии должен досконально себе представлять, как это сделать на практике. Вот. То есть, все эти пункты должны, как бы, от зубов отскакивать у каждого члена партии. Потому что, кто, как не мы, будем разъяснять и участвовать, и быть авангардом в этом движении. Вот. А чтобы это осуществить на практике, необходимо это самому знать хорошо. Вот. Поэтому вот такая задача предстоит нам на будущий период. Да, я еще не сказал, что большой вклад в распространение наших идей делает рабочее ТВ. И основной канал информации у нас, наверное, интернет все-таки. Хотя, конечно, газеты и публикации тоже имеют значение и доходят до рабочих. Вот. Тем не менее, в основном и прирост членов партии, и работа Красного университета, и работа университета на рабочих корреспондентов, и в основном просмотры и пропаганды ведется через интернет-ресурсы. Поэтому, конечно, в этом большая заслуга организаторов рабочего ТВ. Вот. И, в общем, хочется отметить положительно эту работу. Число подписчиков на канал Фонда Рабочей Академии уже перевалило за 15 тысяч, 15 700. Вот. И это число растет. Вот. Так что, работа в этом направлении большая, и она приносит свои плоды. Также мы сотрудничаем и ведем идеологическую работу не только на нашем канале, но и нам помогают другие организации. Очень большой вклад и помощь в развитии рабочего движения и продвижения идей марксизма оказали канал Гоблина Пучкова, Трофимов, и такие вот товарищи. Очень нам помогли в этом деле. И количество просмотров, и, ну, в общем, такой, можно сказать, качественный уровень. На широкую аудиторию мы вышли. Это очень сильно помогло нашему движению. И мы приглашаем также другие организации оказывать содействие нашей партии Фонду Рабочей Академии для обучения и просвещения рабочего класса. Наши нижегородские товарищи организуют комитет, освещают эти события. И Красное ТВ. Хочется тоже поблагодарить Пронина, ректора Красного Университета, за помощь и продвижение наших идей. Еще хочется отметить, что работают кружки. Очень тоже полезная и хорошая работа в кружках. Это кружок по изучению диалектики Гегеля. Сейчас он появился и в московском отделении, и в нижегородском отделении. И в Новосибирске работает кружок. То есть это тоже очень важно. Потому что без диалектики, как подчеркивал Ленин, мы не устоим. И не устояли в прошлом. И нельзя допускать того, чтобы в будущем наш материализм был сражаемым. Вот. И поэтому работают кружки по изучению капитала Маркса. Вот. Так что приглашаем. Добро пожаловать. Приходите. Сейчас, правда, будет перерыв. В связи с отпусками там летом, кружки не работают. Но в сентябре и в октябре все это возобновится. Ну, в общем, в целом, хочется отметить работу нашей партии как положительную, удовлетворительную. И всех наших товарищей поблагодарить за большую проделанную работу. И хочется пожелать всем рабочим и тем, кто понимает, что интересы рабочего класса – это интересы развития будущего России. Помочь рабочему классу осознать свои интересы и бороться за них. Вот. Такие вот пожелания всем, кто переживает за будущее нашей страны. Присоединяйтесь к нам и вступайте в рабочую партию. Потому что только в партии можно по-настоящему бороться и чего-то добиться. Спасибо за внимание. Успехов в борьбе!